Сегодня мы хотим показать вам дом, о котором мечтают многие. Дом, в котором был сделан полный ремонт и готов для того, чтобы заехать и жить. С вами Борис Медников и Таня Зуева с Vanguard Real Estate. Мы находимся по адресу 126 Talent Bay в замечательном районе Виннипега в Санкт-Витале. Этот дом находится буквально в нескольких минутах ходьбы от одного из самых лучших парков Виннипега, Санкт-Витал Парк, недалеко от торгового центра, тоже одного из самых больших торговых центров, близко к школам, к другим паркам. В общем, место замечательное. Давайте пройдем и посмотрим этот дом. Добро пожаловать в этот дом, который мы хотим вам сегодня показать. Дом, только что вышел на продажу. У нас в этом доме класс 100 квадратных метров, но мы покажем сейчас весь дом, чтобы вы понимали, нижний уровень, который мы скоро покажем, не включается в эту продатуру, то есть дополнительная продатура. В доме 4 спальни, 2 полные ванны, гараж на одну машину, красивый огороженный двор. Очень много всего интересного мы сейчас покажем. Таня, давай начнем с первого этажа. Давайте начнем с кухни или вообще с как расположение основного этажа. То есть у нас открытая планировка. У нас кухня переходит в столовую и в гостиную. Вот или гостевую комнату. Очень удобно заходишь. И если у тебя гости, можешь присесть на диван. Могут все. То есть очень гостеприимная обстановка. Вот. Также стол этот. Посмотрите, как красиво все оформлено. Я хочу обратить внимание. Прям хочется сесть и пообедать, и пригласить друзей. Вот. У нас здесь окно и такие свет, лампы такие очень красивые и современные. Давайте посмотрим кухню. У нас совершенно новая кухня. Это под заказ. И кварцевая столешница идет везде. Вот здесь, видите, то есть по всей поверхности идет кварц. И здесь. Этот остров, вот это очень популярно у нас в Канаде, в Манитобе. Чтобы был остров обязательно на нем. Это как дополнительная поверхность, где можно готовить, где можно семьей всей готовить. Я не знаю, перед Рождеством печеньки. Печеньки. Вот. И все, что угодно, что вам на любой праздник, как вы придумаете, да. Вот. У нас много шкафчиков. Встроенная техника. То есть это у нас вот посудомойка, печка, холодильник. Вот. И много всяких шкафчиков. То есть много места, куда можно все сложить. А, еще моя микроволновка у нас есть. Здесь встроенная. Вот сейчас показать вам. Вот мы открываем такую панель. Вот. И открываем. Вот она выезжает. То есть ставите сюда, что нужно подогреть. И, соответственно, закрываете. Удобно, потому что в основном в обычных, как или более обычная техника будет, вы открываете дверцу. Либо микроволновка будет вот здесь обычная, либо здесь даже, но более простая модель. Это очень удобно, когда она сама выезжает, заезжает. Вот у нас здесь вытяжка находится. Ее почти не видно. Она там встроена внутрь шкафчика. Тоже шкафчики такие современные. Смотрите, два цвета. То есть такой под дерево и белый такой глянцевый. Вот пол у нас тоже новый. И хотела показать, что у нас отсюда с кухни есть выход на улицу, что тоже очень удобно. Ну, то есть если у вас там гости, опять же, и вы вышли, у нас там очень красивый двор с забором. И там есть такой как дек или веранда, на которой можно там жарить барбекю там или все, что угодно. Наслаждаться улицей или наслаждаться с гостями теплом лета, например, которая, надеюсь, что придет. То есть вот у нас такая дверь. Давайте посмотрим теперь верхний этаж. У нас, как Борис сказал, у нас несколько уровней в этом доме. То есть это основной. И теперь мы поднимемся наверх. Проходите. Хочу объяснить одну вещь. Это у нас в этом доме, это называется 3-level split. Это не полноценные три этажа, это как бы три уровня. Поэтому вы видите, что здесь всего лишь около 6-7 ступенек вверх, также около 6-7 вниз. То есть для тех, кто не любит очень много ступенек, это очень удобно, потому что у нас нету больших личных клеток, а всего несколько ступенек на каждый уровень. Итак, на этом уровне у нас три спальни и ванная комната. Давайте проделаем, покажу вам эти спальни и ванную. Вы увидите, что люди, которые живут здесь, имеют замечательный вкус. Они сделали отличный дизайн всех комнат. Мы уже говорили о том, что дом полный ремонт, то есть новые полы, но все перекрашено, все переделано. Но также сделан очень такой интересный, уникальный дизайн, который редко увидеть. И находясь в этой комнате, вы прямо можете ощутить себя на берегу океана. А в другой комнате что-то другое? Сейчас мы пойдем посмотрим все комнаты. Размер довольно хороший. Как всегда, у нас встроенный шкаф для одежды, то есть все, что стоит поставить. Здесь кровать, стол для ребенка, места в принципе хватает. Это небольшая комната, но довольно вместительная. Другие комнаты побольше, давайте посмотрим другие. Итак, у нас здесь вот вторая детская комната. Она большего размера, вы это увидите. И здесь у нас тоже океан, то есть здесь где не комната, а свой океан. Шкаф, комната просторнее, то есть обычно та будет для более маленького ребенка, а эта для более большого ребенка. Можно использовать также как офис, в зависимости от того, что нужно вашей семье. И третья спальня на этом уровне, это родительская спальня. Она самая большая комната, которая у нас здесь есть. Шкаф будет побольше. Ну, видите, здесь большая двойная кровать. Много места для таких стендов возле кровати и еще дополнительного места. То есть очень хорошего размера. Опять же, красивый, интересный дизайн. Большие окна, комнаты очень светлые, просторные и приятные. И также на этом этаже у нас есть ванная комната полная. И она также прошла полный ремонт, как и все остальное, в принципе, в этом доме. Давайте посмотрим. Очень просторная комната. У нас есть место за дверью немножко для всяких вещей. Модный очень такой умывальник. Все очень красиво и все очень модно. Стеклянная дверь, большой душ с разными гидромассажами и такой большой душевой головкой, который делает, как называется, ну, дождь, да? Rain head shower. Поэтому очень интересная такая ванная, полностью сделанная. В принципе, можно заезжать и наслаждаться. Давайте посмотрим нижний этаж у нас. Смотрите, этот нижний уровень, он не является частью, как Борис сказал раньше, не является частью основного, основной площади дома. То есть это где-то примерно дополнительный 40 квадратных метров, где можно еще отдыхать, приглашать гостей. И он полностью закончен, этот этаж. У нас высокие потолки здесь и большие окна. То есть это практически, ну, часть дома, которая не где-то подвале находится, я имею в виду не полностью, потому что вот большие окна. И просто здорово, что есть вот такое дополнительное место. Здесь давайте посмотрим, что у нас, что он предлагает нам, что этот нижний этаж. Итак, смотрите, у нас здесь полная ванная комната, у нас спальня. Давайте мы сейчас ее вам покажем. Ванная комната довольно удобно сделана и очень умно продуман план, что у нас здесь душевая кабинка. А вот здесь, вот смотрите, у нас есть шкаф. И все наши системы, то есть топительная система, кондиционер, водяной бак, все находится аккуратненько спрятано. То есть оно не мешает нам. Место использовано очень с умом. Все находится здесь и не мешает нам в использовании этого помещения. Кроме этого, у нас хорошего размера мувальник, унитаз и большая душевая кабинка. Также на этом у нас здесь есть еще и шкаф за дверью. И на этом уровне у нас есть еще пару интересных вещей, которые вы не видите в каждом доме, так как это у нас разные уровни. Смотрите, у нас здесь есть такая потайная дверь, открывается туда. Сейчас мы туда не полезем. Это огромное пространство, которое используют для хранения вещей. У людей есть много всяких вещей, которые им хочется хранить или нужно хранить. Сезонные вещи, вещи связанные с праздниками. Там елку новогоднюю нужно когда-то всегда убрать и всегда нет места. В этом доме у нас вот такая хорошая возможность положить все эти вещи, зимние вещи, праздничные вещи, летние вещи. Все подальше, когда вам не нужно. И вытащить и использовать, когда пришел сезон для этих вещей. И это очень большой плюс. И очень мне нравится такой вид хранения. Некоторые хранят вещи на улице, но здесь возможность хранить утри, в теплом доме, как и все остальные хорошие вещи. Здесь у нас есть еще одна интересная дверь. Опять же, я уже упоминал, что дом продуман очень, сделан очень интересно. Посмотрите, такой сюрприз получается. У нас здесь сушилка и стиралка. Двойная такая машинка. Очень хорошая, новенькая все. В принципе, это почти все в доме новые. Я думаю, они все новые. Они были использованы только в несколько месяцев. Очень удобное место. Никому не мешает. У нас отдельная полностью комната для постирки. Также у нас еще здесь есть спальня. Да, пойдемте, я вам покажу. Смотрите, у нас здесь довольно-таки большая, удобная спальня. Спальная комната с большим окном. Обратите внимание, то есть у нас три спальни на верхнем этаже. И вот это, то есть четыре всего спальни. И один туалет, как вы поняли, на нижнем этаже. И один на верхнем этаже. Да, то есть вот, может быть, для тинейджера, или как для подростка комната замечательная. Тут и зал, и туалет. Или для гостей, например, если кто-то приехал. Довольно-таки удобная обстановка, что есть и комната, и зал, и туалет. И разные лестницы ведут на кухню. Поэтому вот так. Давайте. Как мы упоминали, дом очень удобный. Он же полностью сделан. То есть заходи, живи, наслаждайся. Давайте поднимемся сейчас наверх, и мы покажем вам дом снаружи. У нас здесь довольно интересно такое место, которое можно проводить время, когда погода, конечно, позволяет. И зимой, и летом, в зависимости от того, что вам больше нравится. Построен был большой такой дек на английском. Это как веранда такая, видите, у нее со стеночками. Очень приятное место. Сейчас немножко засыпано снегом. Здесь столики, диванчик. Здесь такое место, как даже бар, да. Поэтому очень классное место. И летом выглядит совсем по-другому. Сейчас немножечко беленькое, а летом здесь зеленая травка и красивый дек. У нас также есть гараж на одну машину, который оверсайз. То есть он больше, чем стандартный размер гаража на одну машину. Но помещается одна машина, помещается инструменты, какие-то другие вещи. У нас полностью огорожен, обратите внимание. Вот. И там еще много места есть. Можно что-то вы хотите, может расположить. Да, некоторые используют для хранения, некоторые для других вещей. Места есть как в гараже, так и за гаражом. Некоторые в стройматериалы. То есть очень такой уютный двор, где можно и провести время, и хранить свои вещи, и поставить автомобиль. И наслаждаться, в принципе, этим местом. Если я хотела сказать, что, смотрите, двор довольно-таки удобный и как оборудованный, приятно отдыхать. Но кто-то может сказать, что недостаточно места для прогулок или, ну, как недостаточно зеленой травы. Но, как вы уже сказали, мы находимся в таком месте, где вам этого двора будет просто достаточно, потому что вы находитесь рядом с парками. И в любой момент, не знаю, если у вас есть собака, вы пошли погуляли с детьми, пошли погуляли. И очень много возможностей, если вы любите ходить по магазинам, или зима, холодно, буквально несколько минут, и вы там. И все здесь, да. И также еще одна деталь, когда мы находились на центральном этаже дома, мы говорили о двери, которая выходит в задний двор. Вот давайте пройдем, посмотрим. Вот у нас дорожка получается отсюда, и можем пройти прямо туда. И там вот эта дверь, которая выводит нас на наш боковой двор, там стоит мангал, и можно выйти с дома прямо сюда. Давайте поговорим про цену этого дома, интересный топик. Итак, цена. Дом вышел на рынок по цене 499,900. Цена, в принципе, очень приемлемая для района, для размера, для того факта, что в доме сделано было полностью все, ремонт очень дорогой, и все было переделано. Поэтому цена в 499,900, в принципе, довольно правильная цена для района. И я думаю, что будет интерес. Если вам интересен этот дом или другой какой-нибудь дом в Виннипеге, в Манитобе, пожалуйста, обращайтесь, мы будем рады помочь вам.